друзья всем привет и вас всех рад видеть у себя на канале сегодня мы с вами будем готовить кислые щи щи из квашеной капусты для начала нам нужно сварить бульон бульон нас будет говяжий а варить я его буду вот на таких говяжьих ребрышках говяжьи ребрышки я закладываю в кастрюлю и заливаю водой вода у меня родниковая не из-под крана не жековская воды вы видели я налил немного я хочу чтобы бульон как можно быстрее закипел и потом этого добавлю кипятка мясо будет выделять пену и пену необходимо снимать а чтобы она быстрее его выделяла я на первоначальной стадии вот так вот обильно посолю мясо кстати некоторые сливают 1 бульон и заливают 2 варят на втором а кто-то снимает пену друзья напишите как делаете вы как вы считаете правильным друзья бульон закипает и обильно выделяется пена давайте ее скорее снимать снять пену я добавлю кипятка у нас бульон продолжает вариться для аромата я туда добавлю лука морковки и лаврового листа теперь бульон мы закроем но не полностью оставив немножко вот так вот не закрытую крышку и убавим огонь до самого минимума бульон нас будет вариться где-то два часа но через час мы с вами продолжим будем делать зажарку из квашеной капусты друзья бульон у меня варится уже где-то час сейчас я хочу сделать зажарку из лука и квашеной капусты а сделать я ее хочу на свином сале чтобы придать особый аромат нашему блюду я его вот так вот холодным кусками вот такими вот большими выкладываю на сковородку возьмем половину луковицы и порежем ее достаточно мелко я думаю что половины будет вполне достаточно отправляем жарится лук огонь я делаю меньше среднего теперь давайте займемся капустой капуста у меня покупная я купил ее на рынке мне сказали что она мега вкусная ну наверное не будем спорить а запах у нее очень неплохой и так капусту я хочу порезать она я думаю слишком крупными кусками до выкладываю и вот сюда вот на доску жидкость ни в коем случае я никуда не деваю оставляю ее там ведерки она у нас пойдет тушиться вместе с капустой капусту я вот так вот режу сначала вдоль а потом поперек и так лук у меня пассеровался минут десять но я не знаю покажи оператор как во что он превратился вот до такой консистенции он должен дойти и теперь самое время отправлять капусту отправляем капусточку чуть-чуть побольше огня сделаю так капуста у нас чуть-чуть прогрелась и сейчас нам надо обязательно добавить томатной пасты у меня где-то здесь две чайные ложки с томатной пасты не переборщите один раз где-то год назад я сидел на карантине после коронавируса мне так захотелось кислых щей я сварил но я конечно переборщил слегка тогда с томатной пастой и у меня получилось не так вкусно как получится сегодня я вас уверяю сегодня будет топчик тщательно перемешиваем чтобы томатная паста равномерно распространилась по всей капусте теперь добавляем воды у меня кипяток чтобы не ждать пока вода закипит снова я решил долить кипятка и обязательно давайте туда отправим наш рассольчик теперь мы капусту смело можем накрыть крышкой это нам не бульон до который нужно нельзя открывать закрывать полностью крышкой капусту закрываем полностью крышкой и оставляем тушиться где-то на час квашеная капуста тушится в два раза дольше чем обычно поэтому ну где-то часа будет достаточно как раз тому времени будет готов бульон итак друзья бульон у нас варился почти два часа я хочу вынуть из него мясо и процедить мясо выкладываю на тарелку и дам ему остыть в наши кислые щи я буду добавлять картошку порежу ее мелко и отправлю в бульон вариться прежде чем добавлять туда капусту потому что капуста создает кислую среду и картошка в ней будет вариться в два раза дольше картошку отправляем суп а тем временем я разделаю мясо мясо сварилась она уже разваливается на волокна и идеально снимается вы посмотрите с косточки картошка поварилась минут десять она у нас мелко порезана поэтому этого вполне достаточно далее мы давайте поженим все наши ингредиенты отправляем в наш суп сначала мясо мелко порезанная а теперь давайте отправим также тушеную квашеную капусту суп получается густой наваристый сейчас он закипит буквально пять минут покипятить его со всеми вместе ингредиентами и готово не забудьте суп посолить я думаю что где-то вот столовая ложка без горки соли будет вполне достаточно но можно дальше посмотреть и отрегулировать кислые щи готовы выключаю и наливаю по тарелкам теперь в кислые щи добавляем сметану куда же без нее друзья вот такие вот замечательные кислые щи из квашеной капусты у нас с вами получились подписывайтесь на наш канал пробуйте наши рецепты ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующих видео всем пока